Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Автоплюс». Сеть магазинов «Евразия Автоплюс». Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. Один человек погиб в результате аварии в Кирово-Чепецке. Там водитель иномарки не успел среагировать на пешехода-нарушителя. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий». Слово Сергея Пичугину. Трагедия произошла в среду вечером на улице Мира. 52-летний пешеход переходил дорогу в неположенном месте. В это время его сбил водитель «Фольксвагена Пассат». После наезда мужчина погиб. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. В Кирове на мелькомбинатовском проезде 46-летний водитель «Сузуки Гранд Витара» двигался задним ходом и наехал на пенсионерку. В момент происшествия 84-летняя женщина стояла у края дороги. В итоге пенсионерка получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась. Еще одна авария с участием пешехода произошла в Налинске. На улице Первомайской 53-летний мужчина за рулем грузовика «Валдай» сбил подростка. 16-летняя девушка получила травмы. От госпитализации пострадавшая отказалась. На Комсомольской площади водитель «Хонды» попал в досадное ДТП. Машину занесло, и она врезалась в фонарный столб. По словам автолюбителя Александра, уйти от столкновения у него не получилось. «Со стороны, вон, с ЖД вокзала ехал». «Ага. И что произошло?» «Все, чего, там, не расчищено. Немножко занесло, и все засаскало, засаскало». «Снег, да, лежит?» «Да». Водитель не пострадал, чего не скажешь об иномарке. Судя по всему, машине предстоит не только кузовной ремонт. В среду днем на привокзальной площади столкнулись три автомобиля. Сначала в заднюю часть BMW X5 врезался пазик. От удара внедорожник проехал дальше и протаранил другой автобус. В аварии обошлось без пострадавших, но сейчас иномарка нуждается в дорогостоящем ремонте. Кто будет его оплачивать, пока неизвестно. Все зависит от того, кого определят виновником происшествия. Участники ДТП ищут свидетелей аварии, а также записи с видеорегистраторов и камер наблюдения. Сергей Пичугин, место происшествия.